5 апреля в зале попечительского совета прошло очередное заседание ректората. Ректор КФУ Ильшат Гафуров начал совещание с позитивной новостью. Члены делегации научного фонда Сколково на встрече с президентом республики Татарстан довольно положительно отозвались о работе Казанского федерального. Были на премии у президента нашей республики, у Растана Наргоряча, всему тому, что делается в университете, все, что они видели за вчерашний день. И то, что у нас постепенно меняется парадигма развития университета, когда мы совместно с образовательными компонентами, с научно-исследовательскими вводим еще и элементы предпринимательских компонентов путем создания площадок для трансферной технологии. На заседание поднимали такие вопросы, как реализация проекта внедрения электронных учебников в лицеях КФУ, организация работы клуба интернациональной дружбы, рассмотрение программ стажировок по исламскому банкингу, развитие университетской клиники. У нас полностью, ну не полностью, пересматривается концепт по опен-лабам. Мы договорились с Андреем Павловичем, что у нас будут отдельные опен-лабы, ориентированные на клинику. И привлечение топовых врачей относится тоже к этой же прерогативе, но это будет идти через финансирование САЕ, которое Андрей Павлович будет определять. В ходе заседания директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимулин предоставил отчет о добровольной сертификации профессиональных квалификаций выпускников педагогических направлений. Сертификация является добровольной, мы никоим образом не имели права навязывать ее студентам. И вот в результате в целом по нашему университету заявилось 100 выпускников, это примерно 20% от выпуска этого года. На ректорате также затронули темы публикации и рейтинга. Этим вопросам в Казанском федеральном уделяется большое внимание. Адиля Валеева, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Универньюз.